Здравствуйте, мои дорогие! Первое января, 10.47 утра. Поменяла я платье, хотела я леопардовое. В общем, выбрала я красное платье, потом покажу, какое оно. Это тоже Виктория Секрет, трансформер, и ему больше, чем Магит Дженнифер, оно старше. Значит, ему больше 12 лет. И вчера вечером, вернее, встретили мы на Новый год, там у нас такой сок виноградный, обычный, без алкоголя, в бутылочке красивой. Это у нас традиция встречать вот в 12 часов, значит, семья, вот мы чокаемся, это обычный сок. И через 10 минут мы уже там разошлись, где-то в 12, в 10, в 12, в 15 мы уже там разошлись, кто куда, спать пошли. И что-то мне не спалось, в общем, я смотрела, ну, я помолилась, и смотрела видео один блогер про африканскую страну. Слушайте, я еще даже не посмотрела, где там на карте она именно находится, в какой стране, какая сторона Африки, Мавритания. И этот блогер говорил, что там еще официально разрешено рабство, представляете? И сегодня утром я мужу говорю, слушай, я говорю, а ты знаешь, что есть официальные еще страны, которые вот разрешено рабство. И говорю, имя вот Мавритания, в этой стране, она там еще несколько таких необычных фактов об этой стране. И вдруг он мне говорит, ну, что, вон Китай, тоже там типа рабство. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, там же типа концлагеря, вот эти вот, я говорю, а при чем тут рабство официальное к этому вот концлагерям? Он говорит, ну, что, ты там понастроена, в общем, концлагеря, там же очень много узников. Я говорю, погоди, погоди, давай разберемся. Я говорю, во-первых, там страна социалистическая, там вообще не рабовладельческий строй, и такого нету. Там не частная собственность, там официально, вот, социалистическая страна. Они там очень много скопировали из СССР. Я говорю, а при чем тут то, что ты говоришь за какие-то, ну, вот эти вот концлагеря? Я говорю, а ты вообще в курсе, что там обманщика? И те, кто, эти вот взятки, взяточные, за взятки, там, кто работает на государственных должностях, и если ловят его официально, этого человека, там, вплоть до, там, прилюдного расстрела, или как они там, экзекьюшен. Вот, и говорю, как ты считаешь, вот, это по их законам, по их стране, значит, за обман, вот, или вот в этих концлагерях, как ты их называешь, ну, это перевоспитательные, допустим, они называют это перевоспитательные колонии. И там находятся люди, которые по их законам, значит, нарушили законы их страны. Он говорит, значит, да, типа-типа, суровые эти вот законы, я говорю, погоди, погоди. Мы сейчас не говорим о суровые законы или нет. Я говорю, а что лучше, например, ну, там же по степеням, допустим, я не знаю, я не китаянка и там не была, это только вот я смотрела там видео и так далее. Я говорю, да, там есть, я никого не оправдываю, я тебе просто высказываю, допустим, с их позиции. Вот они так устроили себе страну, но при чём тут рабства, там вообще нету. Значит, если словили на большой взятке какого-то должностного лица, там ему не просто, вот как в Еврокомиссии сейчас, в Европарламенте полмиллиона взятки, там поймали одну женщину, я не помню там её должность и так далее, полмиллиона налички. Ну, в Китае бы её, наверное, расстреляли. Я говорю, я предполагаю, я не специалист по политике. А теперь смотри, приношу ему бумаги. Вот, я говорю, а те, кто просто вот набрехал, допустим, один другому набрехал, и у человека есть доказательства, потому что он говорит, ну, ты же, типа, не сказала, что там официально, я тебе, ну, ты не сказала официально, что вот рабовладельство там официально по закону. Я говорю, я да, сказала. И поэтому очень хорошо, что я сейчас стала видео ставить, потому что я, допустим, помню, когда вот я говорила, и я потом посмотрю, или по документам приношу ему вот бумаги, которые я позавчера нашла. Это наши документы, это наша с ним переписка с самого начала. Значит, переписка началась с 28 мая, и это письмо за 4 июля. 4 июля 2007 года, это когда мы начали переписываться с моим мужем. И я говорю, читай, вот это ты написал. Вот, допустим, прошло 15 лет, вот сейчас у нас 2023 год. Вот, и я что-то нашла, допустим, какое-то время пришло, ну, там, не через 15 лет, потому что я это раньше всё обнаружила, и обнаружила ложь, официальную ложь. Я говорю, ты не просто вот сказал, а вот официальная бумага, ты написал мне это. И вот с этим, допустим, есть страны, в которых я могла бы пойти вот с этим и показать. Вот, и я тебе сейчас показываю, я говорю, а ты вообще как будешь перед Богом? Вот ты сегодня, там, завтра умрёшь, а ты вообще, знаете, не это вот на конфешен, конфешен это там, не на покаяние, потому что не просто против меня ты согрешил. Ты согрешил официально перед Господом. Посмотри, что ты написал. Я говорю, читай. Он мне переписывает. Так, ты меня спросила, вот, я на английском прощу. Now you ask me about my personal life and I will tell you, I have been married twice. Ну, и дальше он объясняет. Я тебе всё скажу. Значит, сейчас ты меня спросила о моей личной жизни, и я тебе расскажу. Я был женат дважды. Вот, I have been married twice. И это ложь. Дело в том, что я бы всё это раньше всё узнала. И как получилось, что я не узнала, потому что, когда он приехал ко мне, вот он мне вот это написал, что он был женат дважды, и он написал почему. Первый раз он женился, вот, 13 лет он написал, что они с первой женой 13 лет были женаты, и она начала гулять на работе, и, в общем, она захотела развод. Вот, и что он, вот, в девастерии, это, ну, в ужасном состоянии он находился. И, в общем, он забрал детей под свою кастоди. Вот, и он написал вот за неё, это за Шерилл, с которым он до сих пор, вот, официально женат по католической церкви. И вот он написал ещё про вторую, вот, I remarried two years later. Я женился ещё раз только через два года. Ну, это уже, знаете, вот, мне не важно, там женился, не женился, сколько раз здесь дело в брехне. Вот, он написал два. А, так вот, и он, когда приехал ко мне в Одессу, и когда, говорит, пошли в интернет, я говорю, зачем документы оформлять? Я говорю, ты мне ещё вообще ни предложения не делал, ничего нет, вот, и вот так. И он стал, он когда, потом он мне сделал официальное предложение, потом официально обручились в церкви. А, перед, там, пятьсот человек сидело, ну, это в моей протестантской церкви, там, где я была членом церкви, в сквере Гамова в Одессе, и в народной, это первая народная церковь, это её официальное название. И вот он улетел в Америку, он стал делать документы. Я не видела, как он делает эти документы, то есть там обязательно спрашивалось, кто там, на ком женат, какие-то вот, и всё это заполнялось. То есть он мне здесь написал дважды, и я когда приехала через год, я же не проверяла документы, он делал визу-фиансе. Вот я Артуру и Валентине всё помогала, как я выявила брехнюство со стороны Валентины, и вернее, не Валентины, а её родителей. Это её родители брехали. Значит, она родилась, слушай, она мне говорила, что она родилась в Одессе, а я стала документы заполнять, а там написано Одесская область, там, Голованы или вообще какое-то село, знаете, вот где-то там. Там, где-то далеко-далеко от Одессы. Здесь же вообще не важно, ты в Одессе родилась. Не, я имею в виду, ну, не место рождения, а правильность документов, верность документов, она по документам не в Одессе родилась. То есть лживые эти документы, это ложные. Это же Валя, если Валюша родилась, это же её родители отвечают за это, за подложные документы. Она говорит, я говорю, ты что, брехуха? Я говорю, ты что за ложь? Вот когда я им делала документы, это когда они ещё официально не были женаты. Ну, я имею в виду, они были венчаны, но не женаты. Если бы они ещё не были женаты, я бы это всё, вернее, если бы они не были венчаны, потому что Артур мне сказал, мама, мне не важно, это вот, там, ЗАГС, не ЗАГС, при Господе, при Иисусе Христе ЗАГСов не было. Но это брехня, она не родилась. Вот документы у неё говорят, что она родилась в селе Главаны, Одесская область. А это ложь. Она родилась в Одессе, ей делали, вообще матери делали Кесарева. Если бы там в Главанах, она бы и дуба врезала, говорю простыми словами. То есть специалистов там не было таких. Она в Одессе родилась, и почему вот они врут. А какие благословения вообще могут идти к людям, если у них вся жизнь построена на лжи? Они всё это мне вот втирали. И вот то же самое с моим мужем. Я понятия не имела, я была уверена, что он был женат дважды. Вот, официально. Дважды официально или нет? Вот, неофициально. То есть, если бы он написал, я был официально-то столько-то женат. Ты там, допустим, хочешь сам говорить? Да хоть, знаете, каждый день тебе там женщин менял. Здесь не в этом дело, а здесь дело именно в покаянии. Потому что 50-й псалом говорится, этот 51-й на английском языке по Библии, псалом Давида, что я, Господь, грешу против тебя. Против тебя. Ну, естественно, против человека. Вот это ложь. Я говорю, смотри, вот это ложь. Он, ну, мне муж говорит такой, потому что я ему ещё вчера это показала. Он говорит, ну, типа, я не посчитал до замужества. Я говорю, в смысле? У тебя официальные бумаги. Ты вообще в своём уме. Тебя бы в другой стране, это не просто за пятую точку. Тебя вот бы вот в тот вот лагерь и отправили. Ты вообще заслуживаешь что? Я говорю, а ты когда предстанешь пред Богом? Ты что собираешься ему говорить? Вот это всё ложь. Вот это ложь. Я говорю, а ты от неё отказался? Ты мне ещё сейчас втираешь, что ты типа забыл. Да ничего ты не забыл. Вон у тебя бумаги. Потому что я вчера... Дженнифер, мы сидели здесь. Это ещё когда у нас... Потому что мы поужинали 8 часов. Вот. А потом у нас ещё было... Или в 9 часов мы поужинали. Я поела этот салат с креветками. И... Ну, мы все вместе поели вчетвером. А потом у нас до 12-ти был такой перерыв. Ну, мы сидели здесь с Дженнифер, беседовали. Она увидела вот эту переписку. Я разрешила почитать. Всё это здесь много. Ей так понравилось, в общем, читать. И вот я говорю, вот видишь, вот это вот... Ну, это ложь. Это ложь, это ложь. А вдруг она говорит, мама, а если бы вот ты знала, что там три раза официальная жена, ты бы вышла за него замуж? Я говорю, наверное, нет. Я говорю, ну я же не приз. Я человек. Я человек. Мною игрались, меня использовали, мною. Понимаете? Вот поэтому я себя чувствую. Я же не презерватив. Ну, на полном серьёзе. И не кусок мяса. Я человек. И вот это ложь. Я не говорю, я никого не агитирую, не знаете, за этих вот... Не за кита, не за того. Вот, я начала сегодня разговор за то, что есть ещё официальные рабовладельческие государства, официально, что там ещё вот можно купить человека, там или это вот, это всё. И государство это покрывает, то есть это законами покрывается. Официально. Одно дело, когда там, знаете, в каком-то этом проститутка, она себя выставила, знаете, как в Амстердаме или где там, на улице красных фонарей, вот она себя там продаёт, её там можно купить, как это вот, это одно дело. Но она если передумала или покаялась, и всё, она перестала себя продавать. А здесь вообще этот вот, как слейверы, как именно рабство. Так вот, я говорю, солнышко, жиночка, ну это же не повод вот это вот делать. Есть государство, это просто нужно знать. И вот, в которых, да, у них за ложь вообще, знаете, вот исторически там за ложь руку отрубали, там или пальцы отрубали, это вот именно за ложь. Это же, я это вообще не оправдую, потому что Иисус Христос, когда его пришли арестовывать, Пётр, он человек был очень горячий, апостол Пётр, святой апостол Пётр, и он схватил, значит, и там ухо отрезал этому, солдату, который пришёл, значит, Иисуса арестовывать. И это же в четверг произошло. Сегодня воскресенье, первый день сегодня начался, это воскресенье, сегодня Малая Пасха, сегодня Иисус Христос, He is risen, Он воскрес. Вот, и в году 50 недель, вот у нас 2023 начался, с воскресенья, можно хоть каждый день сейчас говорить, He is risen, потому что Малая Пасха, её, в принципе, вот за 2023 года, смотрите, Иисус Христос, но Он же не сразу родился, и вот, и умер, и воскрес, и победил смерть. Он прожил 30 лет, вообще рта не открывал, сушился, выполнял все законы той страны, вот в Палестине, где он жил, причём они были под властью Римской империи. А Римская империя, они были, молились очень многим богам и так далее, вот, и Он говорил, что моё царство, оно не от мира сего, оно не здесь, и Он приложил то ухо тому этому, вот, и сказал Фетру, кто меч поднимет, вот, от меча и погибнет, это вообще не значит, вот, знаете, очень многие эритики говорят, вот, и сейчас я тебя буду бить, буду тебе лгать, буду тебя унижать, а ты терпи. Нет, это совсем не так, потому что, и кто-то сидит, ждёт, когда, вот, знаете, ну, на тот свет перейдёт, или это вот, у всех разные судьбы, у всех разные пути, у меня не такие пути. Я сразу предупредила, я ненавижу ложь, поэтому я очень люблю, я тут писала, потом ещё зачитаю, я очень люблю животных, и у меня дом, говорю, полон животных, потому что они, они не врут, они не притворяются, они не угут. И тут я писала, что да, я одинока, но я не хочу, чтобы меня опять, значит, опять подставили, или опять ранили, это вот, и вот этого я не хочу. И вот такой вот интересный разговор произошёл насчёт рабства, насчёт, ну, смотрите, я завела этот разговор насчёт рабства, он вдруг сказал свою любимую страну Китай, потому что у нас уже было, он не раз поднимал это, вот, Китай-Китай, что там Китай всё забирает, это вот, и я говорю, а вы, ты вообще смотрел на цифры подолгу, вы там Китаю сколько должны, ну, мы, потому что я тоже американка, страна США, сколько должна денег, бабок, вот, сколько должна Китаю. А он говорит, ну, и не выплатим, типа. Я говорю, они что, не люди-то вообще, вот, представляете, это значит, вот, там этот сидит король, да, вот, американец, только в маске, а вот в реальности, это что у нас, у них что, рабовладельческие строи не отменяли, а и есть люди разных, значит, как бы уровней, вот, что американцы превыше всего, они это, хотя я, знаете, по паспорту американка, я уже ставила видео, что я, я очень радовалась, когда Господь мне открыл эту возможность стать американкой, я получила гражданство вот в этом году, значит, будет, это вот сейчас 11 лет, дело в том, что я сюда приехала в 2008 году, и через 3,5 года я уже получила гражданство, но так совпало, что, в общем, у меня закончился мой паспорт, и я бы не могла никуда летать, вообще, мне люди говорят, как ты через 3,5 года гражданство получила, да вот так, вот мне Господь так вот сделал такой вот подарок, и, причем, я не ныла, я ничего не просила, я просто знала, что у меня паспорт, мой бывший муж, украинский, вот Мажуга, он меня повыписывал из моей квартиры, позабирал, в общем, там такой брачный аферист, это вот, и я, я не могла продлить ни паспорт, ни дальше пользоваться украинским гражданством, в общем, это как бы Господь вот меня спас, ну, в таком плане спас, спас вот здесь, вот легально, что я могла, вот тем, что я получила американское гражданство, я получила возможность вот летать, летать на Украину и вообще в другие страны и так перемещаться, иначе бы я просто тут сидела, и у меня бы просто не было паспорта, в общем, там я ставила целые видео, показывала и мой паспорт, и эти вот, и паспорты, то, что и мой закончился, то, что этот вот, мой предыдущий паспорт, ну, в принципе, я могла бы летать по гринкарте, потому что мне ее дали на 10 лет, но, знаете, все равно паспорт, ну, в общем, я вообще радуюсь, когда официально есть какие-то бумаги, я просто радуюсь, но это моя цель сюда приезда не была, вот, не была, знаете, вот, приехать за мечтой, за американской, я не знаю, кто тут о чем, что мечтает, я еще здесь писала, я не хочу начинать все с нуля и опять лететь через океан, потому что я не хочу, чтобы мне опять разбили сердце, и вот он обещал, да никакой брехни, да я вообще, да я ненавижу ложь, тут вообще, здесь такие, если почитать, я еще повыделяла, ну, вот мне Джануля говорит, мам, ну, а если бы ты его там, ну, а мы же родились, я говорю, да я счастлива, что вы родились, естественно, вот, сейчас, надо посмотреть, надо поставить этот лопыш, уже там 20 минут целых, то, что он, ну, сколько лжи, я имею в виду, и, и вот так вот, ложь рано или поздно, она вылазит, хорошо, когда раньше вылазит, потому что, вот, мало людей, кто оставляет документы, бумаги, и я никак, я оставила эти документы, потому что, ну, они просто в папке находились, и вот, когда позавчера, мой муж в пятницу, позавчера, где-то ездил там, я не знаю, по братьям, сестрам, когда он мне позвонил, а я как раз вот доставала документы, я хотела посмотреть грин-карту Артура найти, его предыдущую, чтобы посмотреть, когда он получил, он на 10 лет, потому что я общалась со своей знакомой, она говорит, не давали на 10 лет, я говорю, у меня была карта, грин-карта на 10 лет, и у Артура, я хотела копию найти, и вот открываю, и нахожу вот эту вот переписку нашу с мужем, официальную, вот, мы ее, он ее предоставлял, распечатал, это он ее распечатал, и предоставлял в посольство, потому что они там все спрашивали, я тоже много видео оставила, как у нас все это было, как нас спрашивали, а вот реально мы там любим, не любим, в общем, вчера Джануля почитала эту переписку, так вот, за ложь, есть страны, которые пытаются, ну, не пытаются, они у них вот такие законы, вот за ложь, вот такое вот, и я вам скажу, что мой царь, мой царь, Иисус Христос, Отец и Дух Святой, находится не в этом невидимом мире, и он ждет покаяния, потому что, чтобы не было поздно, покаялись за все, за всю брехню, за все, кого подставили, за те, кого, кем игрались, вот, не выполняли свои обязанности, на полном серьезе, а играли чужими судьбами, потому что вот здесь вот, это ложь, здесь очень много лжи, очень много лжи, за которую, ну, ему надо каяться, потому что я читала мою, мою часть, мне так нравилось, вот, серьезно, даже так красиво, так красиво говорила, что я даже сейчас так красиво не говорю, ну, думаю, да, вот, я так же самодумаю, но красоту речи, как-то я стала, знаете, вот, терять, и, в общем, было полезно вот это прочесть, и я советую вам, каяться, ходить на покаяние, принимать причастие, Господь будет открывать, принимать святое причастие, и Господь будет открывать, вам не просто ходить там в церковь, а именно возвращаться в истоки свои, я призываю вас возвращаться в православие, узнавать про красоту православия, о причащении, и помнить, что человеческие судьбы, это, это не игрушки, и, единственное, я очень люблю играть во всякие игры, единственное, что я, вот, не играю, и я не помню, чтобы я играла, вот там, церковь, или вот, вот такое вот, есть вещи святые, которые вообще, которыми вообще нельзя, не шутить никак, и это именно касается того, вот, Духа Святого, Отца Сына Духа Святого и Пресвятой Богородицы, люди, которые, которые принижают достоинства Пресвятой Богородицы, потому что, помните, если вы чтите сына и чтите отца, но не чтите мать, мать, потому что отец явил сына через утробу Пресвятой Богородицы, и православие, там всё логика, там всё логично, там всё настолько правильно, там настолько красиво, и, если, смотрите, если вы пристанете пить перед Господом, и вы будете вали там всё на одного какого-то священника, или на какую-то бабушку, которая там выгнала вас из церкви, вот как меня выгнала из церкви, да, там одна бабушка с православной, и всё, и нежнее на ту бабушку, вот, Господь для чего-то попустил, да, меня выгнал дьявол из той церкви, но Господь попустил, то есть Господь не спит, никогда бомбы, никогда не бомбы, никогда, вот, ураганы, Господь никогда не спит, помните это, никогда, И, может, мы держимся только здесь, на этом свете, по милости матери Господа, потому что мы столько нагрешили, что, знаете, мы все заслуживаем казни, вот ещё ху, вот именно, как, знаете, прилюдное, как там в Китае, вот это вот делают, за вот это вот взятничество, вот. И чтобы мы, когда мы предстанем перед Богом, чтобы не было поздно, вот, я вас призываю к покаянию, помню, что сегодня и сегодня, и вот воскресенье, сегодня именно день прославлять Господа, и Господь хочет в неделю, чтобы Ему выделили один день, это 24 часа. Вот если за неделю вы посчитаете, вот, 24 часа, которые вы посвятили Господу, в общем, сами разбирайтесь, у вам даны мозги, и вам с Господом.